ВИТАЮСЯ, БРИ! Учера в нейтральной поветренной просторы над Черным мором отбылся инцидент, который может быть отказом России на повышение российского самолета-разведчика А-50 в Мачулищах под Минском. Американский разведывательный беспилотник МК-9 «Риппер» упал в море в вынеку на умысленных действий у двух российских снижальников Су-27. Об этом учера поведомило европейское командование авиации США. У их формулевцы российские самолеты сдействовали небеспечный и непрофессийный перехоп дрона. У Мачулищих самолет над Черным мором беспилотник, а лимета их одна — разведка и сбор информации. Самолет каштует 330 миллионов долларов, а беспилотник — 56 миллионов. Но самолет Махшима смогут отремонтовать — беспилотник из моря достать, может быть, и не удастся. Правда, у России у всего 9 таких самолетов — справных и несправных. Причем несправное, сдается, мало все, а теперь может быть и все. У ЗШ без пилотников как минимум 235. И еще несколько десятков на службе в других странах НАТО. Как это было, вы видите на виде реконструкции падений. Российские самолеты долго крутились вокруг дрона, скидая на его палево. Это есть таки прием у авиации. Увы, никуда дрон тратил кирование и упал в море. Россияне кажут, что его обломки подняли. Али американцы кажут, что не. И что, напевно, поднять его не удастся и им. Головное питание для беларусов — те откажут Америка на сбитие своего беспилотника. И как? Тут нужно понимать, что российскими войсковыми объектами и авиацией Беларусь теперь нашпигована. В случае чего беларусы опынаются закладниками этого конфликта. Аналитики Американского института выучения войны меркуют, что инцидент со сбитом беспилотника США не приведет до эскалации у отношенных Штатов и России. Байден не раз обязал избегать промоку конфликта с Москвой. Отказ будет. Американцы ничего не покидают без отказа. А Леон — наихудшее, что не будет промы. Незвычайная для Беларуси и России подея. Уладальники и сотрудники пунктов выдачи Уайлдберрис объявили на сегодня забастовку. У многих городах России так и не отчинились пункты выдачи заказов. Протест, связанный с тем, что Уайлдберрис начал штрафовать супрацовников за вертание клиентами бракованного и подмененного товара. Даже если ее не таки. Говорка идет про списывание 100% кошту таких товаров и про утромание до 40% заработки. Это вызвало у нас шок. Товар может быть скраден или подменен на складе. У перевозчика или в сортовальном центре. Да не хочешь. А нас сделали виноватыми, рассказал выданию Forbes один из сотрудников Уайлдберрис. Протестовцы готовы страйковать, а пока не будут выполнены их потребования. Всего в России готовы сойти в стачку 7 тысяч пунктов выдачи заказов Уайлдберрис. 10 тысяч сотрудников компании. Компания в свою очередь не соступила. Начала уже массово освобождать бастующих сотрудников и разрывать контракты с незадовольными уладальниками пунктов выдачи заказов. У самой Беларуси предметов проведения такой же забастовки, как у России, отсутствуют. Война в Украине. Беларусы протягивают долучаться до беларуских формирований, которые воюют там на украинском боку. Недавно до самого великого из них, полка Кастуся-Калиновского, долучилась вторая группа. Таким разом то были бойцы, которых рыхтовал Байпол. В Польше и Литве отбывалась спецподрыхтовка удельников Плана Перамога. Назва отрада – «Атом». Это угонор музыканта Спинского селя Грудовика, который был удельником Плана Перамога и проходил курсы спецподрыхтовки Байпола. Но, на жаль, загинул Баронича Украина и Беларусь. Докладная колькость вояров не огучивается. Вядомо только, что их несколько групп. На этот момент бойцы Байпола довучаются во Украине перед отправкой на фронт. В Польше и Литве немогчимо отладывать навыки володания гранатометами, минометами и тяжкой сброей. Все это возможно только на полигонах во Украине. Все роды вояров отрада – «Атом» и айтишники – и обычные будовники. Ранее Байпол рассказывал про створение оружия за мяжей. Их удельники занимаются спортом, стрелковой подрыхтовкой, одиноборствами и іншими специальными предметами под керевницей инструкторов. Былый владельник «Мотовела» бизнесмен Александр Муравьев вышел на свободу и Амаль сразу покинул Беларусь. В 2015 году Муравьев был затриман при спробе вылететь в Австрию. Отсадел и он у вынеку 7 годов с тих 11-ти, на яких ягу проговорили. Теперь по информации крыниц портала «Офис Лайф» Александр Муравьев выехал у Дубай. Репрессии идут по нарастающей. С нового силовики пошли по психиатрах и психотерапевтах, а также по хоккейных фанатах. По психиатрах пошли после того, как выявили, что Евгения Тачицкая, психиатр, нарколог и психотерапевт, дала переночевать человеку, которого у Лады подозрают в дотичности до подрыва российского самолета в Мачулищах. Комитет стал отработать все контакты Тачицкой. Затрымливают методом «тыку». Тих, кто был у Тачицкой у Сябраху Фейсбуку. А у ее у Сябрах было много психотерапевтов. У них была активная профессиональная супольность. Как минимум, частка затрыманных находится у СИЗА КДБ. Сярод их, например, психолог Юлия Бакун. До ее пришли еще 9-го соковика. А телеграм-канал медиков «Белые халаты» каже про как минимум 20 затрыманных. Частку после допадов отпустили. Частка застается под вартой. Стало вядома, и это важно, что под час допытов у специалистов потребуется дать информацию про недобранадеянных пациентов, которые до их приходили. Сама Евгения Тачицкая у беспеции. Наша Нива на воде связалась. Но она, как и иная, дотычная до справы в Мачулищах, по куль ничего не говорить. У новой Боровой схопили семью Бояровичу, Дмитрия и его женку Валерую. Дмитрий ранее працавал на телеканале СТБ. Но в 2020 году освобился. На виду и на зеране попало, как мужчину на улице поклали на землю силовики. Когда до затрыманного подбегла женка, их повели в квартиру. А после посадили в микроавтобус и повезли. У Гродня Губазик пошел по фанатам хоккейного клуба Неман. У людей обшукувают квартиры и даши, проверяют телефоны и компьютеры. Шукают национальную символику. Некоторых отпускают, но когда десятки фанатов застались за кратами. Лидера фан-руху Немана Сергея Емельянова схопили, когда он выходил из дома. Инших фанатов брали на працовных местах, на улице и даже на хоккее, когда Неман играл с супраць новополоцкого химика. До речи, фанаты футбольного Немана так и не вернулись на сектор. Они бойкотуют матчи команды с 2020 года. А в Минску затрымали айтишника Юрия Адамова, створальника науково-папулярного самвыдата «Памылка». Правооборонцы звясны кажуть, что совесть с Юрием зникла на минулым тыдни, а про затрымание поведомили коллеги. А режимный ресурс СБ «Беларусь» сегодня вернулся до практики публикации видео с затрыманами. За последние 10 дней они опубликовали около двух десятков видео. Один из затрыманных — 66-годовый Александр Леоненко, звездки Рымовцы Бобруйского района. Инжний — 41-годовый Павел Этин с Гомеля. Он, працуя загадчиком науково-доследшей лаборатории транспортные сроки в Белорусском державном университете транспорту. Так само вышла видео с 27-годовым хлопцем Сожлобина, который неколе проходил службу в спецназе. На других видео — 28-годовый чугуночник с Гомеля и 44-годовый фотограф из Мазыра. Ведайте больше — пишите нам в Телеграме на протонмейл редактора. Мы вдячны за любые подказки. Иншее — неполитическая небезпека — кляши. Кляши весной активизуются теперь на шмат ранее, чем тое было калисти. Зимы теплые и они ранее начинаются. Под Брестом уже зафиксовано — шмат выпадков укусов. Поэтому будьте уважливы и бережите себе. Ролик с конкурсом пригожостей на одном из белорусских предприятий взорвал ТикТок. Третьего соковика в Крычевском доме культуры выбирали самую пригожую девушку предприятия Крычев Цемент Шифер. Одна з корыстальниц ТикТока опубликовала у соцсетцы некальки роликов с конкурсом. Самым популярным стал короткий ролик с дефиле удельниц. Это видео литерально взорвало ТикТок. А маль 600 тысяч проглядов — больше за 5000 лайков и еще коля тысяч комментариев. Больше за все остановочих оценок от интернет-корыстальников отримала одна з удельниц. Первая, как королева, вышла под фанфары и самооценка у ее высшая, чем у остальных. Зауважу один из комментаторов. Правда, девчина под номером один, какую у основным отзначали комментаторы, перамову не отримала. А мисс Крычев Цемент Шифер 2023 стала удельницей под номером 3 — Лариса Подлягаева. Девчина працует инженером-будовником отдела капитального будовництва. На этой капитальной новине мы и сканчиваем сегодняшний выпуск. Дякую, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбудызлайки и обовязково выказывайте свои зауваги в комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустренимся завтра.